создание сети теплоснабжения в лотке как мы это будем делать уже в принципе привычным способом когда сначала создается трасса t1 и указывается плановое положение нашей сети так у нас есть плановое положение сети теперь может можно строить профиль тут нет ничего такого принципиально сложного все по типовому сценарию когда он просто указываем какие задачи у нас будут решать вид профиля наш получите вид профиля опять же высоту подобрать нужного вида профиля и проложить проектный профиль нашей трубы не за трубы при построении проектного профиля сидеть теплоснабжения необходимо в обязательном порядке указать нужный набор меток профиля для чего это делается для того чтобы у нас правильно отобразились значения в строке уклон длина ok ну и строим наши сети опять же в тех местах где вы будете проставлять вершины вашего трубопровода будущего появятся ординаты и появится значение уклон длина это учитывайте 100 как есть проектный профиль мы выпускаем на нужное значение так есть проектный профиль возвращаемся как уже говорилось в предыдущих примерах на теперь необходимая линия которая бы несла в себе информацию о плановом положении то есть о трассе и о профиле для этого есть функция создать характерную линию из трассы тем самым получим эту трехмерную линию так обязательно указать не промахнуться по какому профилю мы строим нашу характерную линию в данном случае это проект на т1 есть характерно линиям теперь наконец таки можем приступать построение трубопроводной сети указываем нашу характерную линию направление потока до указываем название сети список элементов т труба то есть в данном случае это не труба а лотки для кабельных трасс доски для трети про теплотрасс выбираем нужный размер лотка и пока оставляем нулевые колодцы то есть тепловые камеры не оставляем имя поверхности на в данном случае земля стереть существующий объект используя отметки вершин здесь у нас это будет снаружи сверху то сверху лка и нажимаем ok получаем что-то похожее на тепловую сеть но как видите во первых мы имеем вот это то есть вот у нас видите сочленение и в местах в вершинах плановом положении нас появляются кружочки эти кружочки это нулевые колодцы они нужны только для того чтобы можно было за них таскать и изменять плановое положение вашей сети в данном случае это не надо и теперь мы можем выбрав все трубы отобразить на профиле я наш профиль и вот он вот появилась труба теплотрассы пока ничего не меняем потому что нас нам еще недостаточно информации теперь давайте вставим тепловые камеры выбираем трубу редактировать трубопроводную сеть указываем тепловую камеру которая нам интересно и в обязательном порядке указываем что отрисовываем только колодцы выбираем в данном случае в обязательном порядке опять же нужно проконтролировать что появились вот такие вот значочки вот видите квадратик который обозначает то что наш элемент привязался к сети врезался в трубу они просто был поставлен начал можем получить ситуацию куда просто был поставлен вот как как вы видите мы имеем первое что во первых нужно подтянуть нашу трубу чтобы тепловая камера выглядела нормально вторых у нас еще есть ось видим теплотрассы в третьих вот это место здесь должно быть у нас дорисована грубо говоря вот этих вот элементов опять же быть быть не должно вот наша задача будет привести в порядок внешний вид данного сооружения сейчас еще один нам одну тепловую камеру поставим прежде чем мы приведем в порядок давайте отобразим нашу сеть на профиле вычертить на виде профиля вот как видите тепловые камеры встали на себя так как надо руками придется их подправить и выбрать необходимый размер тепловой камеры если у нас что-то не устраивает свойства колодца правой кнопкой и в разделе свойства элементов у нас есть высота колодца вот здесь уже заранее указано необходимые высоты если вам необходимо выбрать высоту которая не который нету здесь списках то для этого будет отдельный разговор о том как нам добавить размер нужного элемента опять же если вам понадобилось чтобы значение в районе этой тепловой камеры появилась здесь уклон длина то мы выбираем профиль редактировать геометрию профиля либо вот указать здесь вот в ленте и добавляем просто вершину в нужное место так так вот подтягиваем так чтобы у нас было на промахнулся но смысл примерно такой будет так так давайте теперь приведем в порядок наш профиль в данном случае начнем с проектные натурные отметки проектные отметки опять же геометрия у нас берется с проект на т1 и для земли геометрия берется с проект на т1 но отметки нам необходимо чтобы значит в в разделе проект отметки земли проектные отметки земли у нас брались с проект на красная а для а в натурной земли просто земля дальше для всех значений отметка верхний за трубы и так далее нас очень просто меняем на значение нужного трубопровода уклон длина у нас заполнилась автоматически если мы выбрали правильный набор меток нашего проектного профиля вот она заполна заполнилась номер попречного разреза в данном случае у нас отсутствует жирный план заполняется автоматически нажимаем окей вот в общем то как видите значение разные значение трубы есть что и надо то есть оформление профиля довольно простое теперь перейдем непосредственно к самим колодцем вы колодцем тепловым камерам фактически для civil это просто колодцы да мы можем подтянуть нашу труб трубу но подтягивается на очень хитро то есть эти вроде беру подтягиваю она не подтягивается до нужных размеров почему потому что нужно указать вот здесь на стрелочку сказать что базовая точка база . нас является вот это и мы подтягиваем сюда и только тогда нашем случае труба будет расположена то как нам нужно еще раз на треугольничек базовая точка откуда вот мы получили нужный нам вид но все равно остается трасса на 5 с трассами можем покладывать но вот тут нам принципе как видите ничего не мы не сможем придумать если мы используем отображение только лишь нашего нашего лотка то есть трубы которая является по сути лотком если я нажму сейчас для отображения нашей тепловой сети мы увидим что труба у нас квадратная соответственно является лотком вот и мы не получим здесь необходимый внешний вид как можно быстро и легко это решить я беру захожу свойства трубы создаю копирую текущий стиль называю его ничего и отключает отключает ображение трубы делом так выбрать аналог чтобы выбрались все еще разок про кнопка выбрать аналог и в разделе свойства обычно автокадовский свойства мы можем поменять стиль ничего мы отключили отображение нашего трубопровода но для того чтобы все-таки этот был трубопровод я беру выбираю трасса трасса следят для смещения указываем нашу трассу имя пусть автоматическая и как раз таки чтобы сохранить внешний вид нужный я делаю то есть если ширина 90 то значит меня 45 с одной стороны и 45 с другой стороны нажимаем окей появляется наши трассы да здесь вроде как мы уже как нужно но у нас видно вот это и имеет свете тип линии совершенно другой заходим свойства трассы стиль копируем стиль существующий и называем его кромка во вкладке отображения линия тип линии стоит по слою мы можем стоять поставить непрерывный кей-кей у нас появляется такая непрерывная линия и копируем стиль снова элементом другой можно применять этот инструмент почти как надо наша сеть выглядит но все равно как видите еще осталось вот это как нам бороться есть много различных способов я покажу самый примитивный но кажется самый действенный я рисую пулилинию автокадовскую кладу ее на стиль под названием сети он настильно слой под названием сети тем то есть чтобы тип линии был точно такой же как и вот у нашего у нашего будущего колодца тепловой камеры и рисую вот такие вот элементы чтобы иметь базовую точку ставки ровно в середине а теперь создаю автокадовский блок указываю базу точку ты тут как раз таки середину выбрать объект объект нам нужен только контур и называем тепловая камера камерам окей появляется автокадовский блок я захожу свойства нашего колодца стиль ты камера стоит я копирую этот стиль чтобы не портить и изначальный называют камерам блок то есть из автокадовского блока вкладки вкладка план то есть это отображение за в плане выбираю пользовательский элемент и списках указывать тепловая камера и в единицах измерения используем фикс фиксированный масштаб из из-за размерах нашим нашего колодца от нас размеры выставлено непосредственно в настройках самого колодца поэтому мы не думаем какие там должны быть размеры просто нажимаем ok ok в общем то что произошло у нас до внешний контур стал браться из значение нашего блока но по-прежнему как видите у нас видны эти линии для того чтобы не было видно линии мы можем зайти в редактор блоков выбрать маскировка и сделать маскировку внутреннего контура enter линия на передний край отображение закрыть и сохранить теперь если мы используем наш блок как видите вроде как мы сделали маскировку все равно осталось нам нужно просто порядок отображения на передний план все чтобы она собой загораживала то что у нас здесь отрисовано то же самое касается и других поэтому убираем нужный просто камера блок и опять же порядок отображения на передний план тем самым это можно удалять мы получили нужное отображение нашей трассы нашего нашего теплопровода сохранением всех связи и элементов и значение в профиле но этот способ есть имеет и один небольшой недостаток если мы попытаемся добавить новую тепловую камеру то первых будет тяжело даже получить доступ к редактированию электропроводной сети при нажатии якобы наши трубы мы получаем доступ к редактированию смещения трассы для смещения но только уж нажав на камеру какую-либо мы получаем возможность до получаем доступ к редактированию тропроводной сети но это не самая большая проблема проблема в том что если мы начнем отрисовывать добавлять еще одну камеру то есть выбираем только колодцы и вот хотим сюда вот добавить ее как видите у нас не появляется квадратик то есть силу не показывает что мы врежем ся в наш трубопровод потому что у нас нету отображения наших труб для этого я чтобы получить отображение тех труб все-таки врезать нашу камеру необходимо будет выбрать все трубы control 1 опять не получилось бывает такое делаем снова выбрать все трубы стиль отображения тем появился нас включился стиле отображения и теперь делаем только колодцы и теперь как раз таки мы вставили нашу камеру после того как мы вставили мы снова можем выбрать применить ничего в настройках свойства колодцы выбираем нужны стиль отображения и тогда мы получаем все как надо то есть приводить к этому виду которым сейчас имеется есть смысл только лишь уже перед непосредственно оформлением документации когда вы проектируете можете оставить труб трубы трасс лучше делать уже в конце